Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в FB2 формате. Приятного вам прослушивания! Сергей Лукьяненко «Маги без времени» Эттир I Руна V. Райдо Чуть позже я подумаю, как дошел до жизни такой. Чуть позже, когда будет время. А сейчас я стоял на потолке полутемной залы рядом со свисающей хрустальным водопадом люстрой. Мои ноги безжалостно пачкали старые фрески, изображавшие шесть героев Великой войны в момент их триумфа и гибели. Мои руки свисали вниз к полу, и я пытался нацелиться на врага указательным пальцем. Враг таился пятью метрами ниже. Особняк доктора Ирбрана был по-настоящему богатым и просторным. Стены бальной залы, к чему она, старому одинокому доктору, не знаю, терялись во тьме. Свет шел только с улицы, от редких газовых фонарей и от потолочных фресок, написанных модными полвека назад светящимися красками. Я на фоне светящегося потолка был виден прекрасно, а вот мой враг, бесшумно перемещающийся по натертому паркету, нет. Может быть, это сторожевой пес? Только бы не пес, я люблю собак. Нацелив палец точнее, я вызвал из памяти руну электричества, мысленно нарисовал ее на кончике пальца и влил десяток секунд. Яркая голубая искра ударила вниз, клюнула врага и на мгновение осветила залу. Ой-ой-ой. Беру свои слова обратно. Лучше бы собака. Тварь на паркете походила на ребенка лет девяти, голова с неестественно широкими плечами, покрытого мелкой блестящей чешуей с головы до ног. Возможно, когда-то тварь и была человеческим ребенком. Пряди волос, пробивающиеся между чешуйками на голове, и глаза выглядели совсем обычными, детскими. А вот рот с острыми зубами был слишком велик, и такие когти на руках и ногах никакой ребенок не отрастит. Как он ходит-то по паркету, не клацая когтями. Электрическая искра никакого вреда твари не причинила. Она лишь оскалилась, жадно глядя на меня и жуя воздух зубастым ртом. Языка, кстати, у существа не наблюдалось. Решение идти по потолку было очень затратным, но оно меня спасло. Во мраке особняка существо подкралось бы ко мне совершенно незаметно. Его и выдал-то секундный отблеск на чешуйках. Но похоже, что существо не умело летать, высоко прыгать и звать на помощь. Скорее всего, оно было совершенно безмозглым, глупее любого сторожевого пса. Несчастный зубастый уродец, гость из далекого прошлого, гроза неосторожных воришек. Так что можно продолжать движение. Я пошел дальше, прямо по фреске, безжалостно топча лица героев. От первого, юного и безусого, до шестого, сгорбленного и седого. Обогнул люстру. Еще раз глянул вниз. Тварь исчезла. Я вызвал руну света, вложил в нее три минуты и спроецировал себе на лоб. Смешно, знаю, но так удобнее всего. Покрутил головой. Яркий луч обежал пустую залу, выхватывая из темноты сдвинутые к стенам и закрытые чехлами стулья. Темный провал давно не топленого камина. Куда исчезла тварь? Надо поторопиться. Хоры проступили из темноты неожиданно. Когда-то, в пору юности хозяина особняка, когда здесь действительно случались балы, на маленьком балконе, выходящем в залу, сидели музыканты. Скрипач, флейтист, клавесинист. Кстати, клавесин остался, старомодный, на четыре октавы. Крышка была открыта, струны обросли пылью. На клавишах тоже лежала пыль. На всех, кроме дальних от меня. Из самых близких к приоткрытой двери, ведущей с хоров в глубину дома. Я выбросил вперед руку, вливая в турс руну удара десять минут времени. Многовато, наверное, но я испугался. Маленький уродец оказался не так уж и туп. И очень быстро. Он прыгнул через клавесин с неожиданным изяществом, перемахнув крышку и вытянул руки, целясь мне в горло. Магия ударила его в полете. Чешуя на груди создания промялась, будто от удара молота. Он отлетел к двери, распахнул ее спиной и с грохотом покатился вниз по невидимой лестнице. Сама тварь никаких звуков не издавала, но я понимал, что она цела и очень-очень зла. Доктор Ирбран не поскупился на стража. Сильного и быстрого. И не такого уж легкого, как можно было предположить на вид. Я пробежал вдоль хоров, спустился по стене до открытых дверей залы, перешагнул через притолоку. Самый неприятный момент. И до пола очень уж близко, и смена направления крайне неприятна. Словно карабкаешься в гору, а потом стремительно бежишь вниз. За дверями оказался длинный коридор, с окнами по одной стене и портретами по другой. Потолок здесь был без фресок, но с опорными балками-матицами, через которые приходилось перепрыгивать. Луч света из моего лба белым пятном прыгал в конце коридора. Руки приходилось прижимать к бокам. Здесь до пола было близко, а тварь, как я убедился, умела прыгать. А, кстати, вот и она. Уродец почти беззвучно бежал вслед за мной. Хорошо, что по полу. Я обернулся и поймал взгляд его человеческих детских глаз. Очень хотелось бы думать, что в этих глазах читалась мысль «Убей меня, маг, избавь от мучений». Увы, все, что там было — ненависть и желание разодрать мне горло. По-хорошему, стоило бы выбить одно из окон и убежать. Однако в особняке царила тишина, словно прокатившийся кубарем охранник никого не разбудил. Может, и так. Бальное зало в левом крыле, а лаборатория доктора в правом. А вложенный в прогулку по потолку недели было безумно жалко. Коридор заканчивался, а я все перебирал в памяти руны. Достичь нужного эффекта можно разными способами, и только глупый маг станет зря тратить время. Наконец, я выбрал руну. Вызвал ее в памяти, впитал рощерк линий и наполнил полными сутками своей жизни. Развернулся к уродцу. Тот заподозрил неладное и начал тормозить, но он слишком уж и разогнался. Я наложил руну прямо на него. Вся беда с рунами сна, паралича и даже смерти в том, что они действуют не на всех. У человека может быть защита от данной руны, может быть индивидуальная невосприимчивость, а у твари, подобной моему преследователю, могло вообще не быть потребности в сне. Вместо мышцы нервов его тело могло наполнять вонючая магическая портоплазма. Способное остановиться сердце тоже могло отсутствовать. Зато все живое имеет вес. Уродец рухнул на пол и забарахтался, слабо шевеля конечностями. Когти с противным скрежетом царапали паркет, вырезая из него спирали стружек. Он пытался ползти, но когда ты внезапно стал в десять раз тяжелее, это не очень-то получается. Первый раз за все время тварь издала низкий утробный рык. «Бывай», — сказал я, спрыгивая на пол и выходя из коридора. Прикрыл за собой дверь, оставив тварь корчиться на полу. Через четверть часа заклинание рассеется, но этого времени мне хватит. Карты этой части особняка оказались лучше. Я сразу понял, как идти. Через оранжерею. Здесь, увы, по потолку двигаться было невозможно. Стекла бы меня не выдержали. Оранжерея оказалась куда ухоженнее бальной залы. В горшках и вазонах росли многочисленные травы и кустарники, названия которых я большей частью не знал. Имелось и несколько деревьев, для одного из которых старой пальмы, обросшей пожухлым растительным мочалом, в стеклянном потолке оранжереи был выстроен высокий купол. На пальме росли какие-то плоды, похожие на кокосы, но ярко-красного цвета и с шевелящейся бахромой. Я на всякий случай обошел пальму как можно дальше. Какая-то темно-зеленая растительная дрянь попыталась потянуться ко мне тонким шипастым побегом, но едва я посмотрел на нее, съежилась в своем горшке под лучом света. Ненавижу такие навязчивые гарниры. Со стороны оранжерея сейчас должна была сверкать от моего импровизированного фонаря. Но доктора Ирбрана ведь нет в особняке, верно? А слуги, если и заметят что-то, то вряд ли кинуться проверять, положатся на магического охранника. Хорошую домашнюю прислугу сейчас днем с огнем не найдешь. Оранжерея кончалась массивными металлическими дверями, ведущими в лабораторию. Видимо, эксперименты доктора требовали самой свежей зелени. Для порядка я подергал дверь. Увы, заперто. Затейливая замочная скважина одним своим видом намекала, что пытаться вскрыть замок — глупая затея. Что ж, за это мне и платят. Я вытащил из памяти руну ключа. Но вовремя задумался и посмотрел на замок еще раз. Ну, конечно. Тройной антимагический ключ. Работа мастеров из Тируна. При попытке открыть его руной, замок атакует в ответ, подаст сигнал тревоги и заблокируется на сутки. А фантазия у тирунских кузнецов затейливая. В меня может ударить огонь, лед, яд. Из скважины может выползти тварь. И не обязательно такого размера, чтобы она могла поместиться в замке. Подо мной может взорваться пол, или мои кости превратятся в жидкость. Да, кстати, возможно, и все одновременно. Любой каприз за ваши деньги. Поэтому я даже не стал пытаться вскрыть замок. Я вызвал руну клинка, зарядил ее шестью часами своей жизни и вырезал петли у левой створки, после чего толкнул дверь ногой. Та с грохотом упала внутрь лаборатории. Вот этот звук, конечно, никак не могли не услышать слуги. И даже сделать вид, что не услышали, не могли. Так что оставалось одно — действовать быстро. Внутри лаборатории было светло. Не от ламп они все были потушены, и не от окон. Их просто не имелось. Зато оборудование у доктора было в достатке, и часть его светилась. Например, огромный стеклянный змеевик, выходящий из перегонного куба. По змеевику сочилась густая оранжевая жидкость. В трубке обычная, но в колбе, куда она капала, светящаяся. Светящихся колб и реторт вообще было изрядно. Против света я ничего не имею, но большинство из них почему-то еще и побулькивало, издавая едкую вонь. В центре лаборатории обнаружилось два операционных стола очень неприятного вида. Судя по фиксаторам для рук и ног, доктору приходилось экспериментировать над очень сильными и очень недовольными существами. Причем, учитывая разнообразие и количество фиксаторов, большая часть этих существ к людям имела слабое отношение. А еще светился здоровенный стеклянный цилиндр, заполненный прозрачной жидкостью. Я уже ожидал увидеть внутри какую-нибудь мерзость, вроде расчлененного ножевого человеческого тела или хотя бы набор шевелящихся внутренностей. Но в прозрачной жидкости плавала длинная метра полтора роза с огромным сочным бутоном ярко-красного цвета. Я пожал плечами. Розы хороши для девочек, монстры хороши для воинов, а мне нужно совсем другое. То за что мне заплатят? Лабораторный журнал нашелся рядом с операционными столами, толстый потрепанный том с желтоватой бумагой в замызганной обложке из свиной кожи. Увы, когда я открыл журнал, дата на первой странице меня не порадовала. Его вели с Нового года. Судя по количеству записей за первое число, доктор праздников особо не жаловал. А мне заказали журнал двухлетней давности. Сейф нашелся у двери, даже не слишком замаскированный. Стальной шкаф, небрежно выкрашенный белой краской. Может быть, доктор предпочитал прятать ценности перед самым уходом из лаборатории. Опять Терунский замок. Я снова вызвал руну клинка, с сожалению, влил в нее шесть часов и срубил боковую стенку сейфа. Снова грохот. Надо торопиться. Внутри сейфа было пять полок. Три заполняли колбы и амулеты. Я едва подавил искушение взять несколько. Но незнакомый амулет — это слишком опасная вещь. Еще одну полку занимали деньги. Золотые и серебряные монеты, ассигнации, чеки и аккредитивы. Опять же пришлось смирить жадность. У меня нет лицензии вора. А самую верхнюю полку занимали лабораторные журналы. Я почти сразу нашел нужный, сунул в широченный карман на куртке. Подумав, отправил туда и самый новый журнал. Может быть, пригодится. И увидел, что в глубине сейфа, за журналами, в углублении, лежит еще один амулет. Протянув руку, я достал его. Серебристый диск на цепочке. Лицевая сторона была гладкая, за исключением стилизованной буквы «А». Зато на обороте была выгравирована составная руна. Очень сложная и незнакомая руна. Но сам амулет казался очень знакомым. Серебристый диск, буква «А» и что-то про руну. Я не помнил точно, где и когда я видел амулет, или слышал про него, или читал в книге. Но что-то вспоминалось, причем не мрачное и страшное, а хорошее, торжественное. Я засунул амулет в карман. Он лежал так, что, вскрывая я сейф нормальным образом, вообще бы его не заметил. Вряд ли это ловушка. А потом я поднял взгляд и увидел сторожевую тварь. Нет, мое заклинание продолжало действовать. Но уродец, даже под десятикратным весом, ухитрился доползти до дверей лаборатории и сейчас тужился перетащить свое тело через порог. Одну руку со здания оплетала оборванная колючая лоза, судорожно пытающаяся проколоть чешую. На спине дымилась красная жижа, словно некий странный плод упал на него сверху и попытался прожечь насквозь. «Ты упорный», — сказал я с невольным уважением. «Но, извини, я закончил и ухожу». И в этот момент уродец издал шипящий звук, гораздо более осмысленный, чем недавнее рычание. В следующий миг стены лаборатории вспыхнули белой огненной сеткой, и та стала стремительно сжиматься, приближаясь ко мне. Я не знал, что это такое. Подобных рун мы не изучали. В одном я был уверен точно, касаться этой пылающей сетки я не хочу. Не потому, что умру. Более вероятно, что буду валяться на полу, крича от боли, пока не вернется доктор Ирбран. Я вытащил из памяти руну, которую не собирался использовать никогда. Влил в нее столько времени, сколько она захотела. И бросил себе под ноги. Тварь разочарованно взвыла, когда я исчез из лаборатории. Впрочем, возможно, это взвыл я, представляя все последствия. Моросил дождь. Я стоял на площади великой любви. В той самой точке, которую давно наметил, на тот случай, если использую руну, которую использовать не собирался. Основное преимущество этой точки было в том, что там никого другого и быть не могло. Это была спина вздыбленной лошади без седока. Не настоящей, конечно. Части памятника. Темный властелин стоял на гранитном постаменте, держа лошадь под узцы. Властелин был высечен из черного мрамора, а вот его лошадь по непонятной прихоти скульптора отлита из чугуна. Чугун под дождем куда более скользкий, чем мрамор. Я поскользнулся и упал, оседлав чугунную лошадку. С одной стороны, повезло, не навернулся с двухметровой высоты на постамент и еще дальше на мостовую. С другой, будь я девушкой, было бы не так больно. А еще по площади, с которой ночь и дождь разогнали всех прохожих, шел гвардейский патруль. Не знаю уж, существует ли в законах наказание за то, что я сел верхом на чугунную лошадь нашего доброго правителя. Вполне может быть, например, это можно подвести под «пытался незаконно занять место темного властелина». Поэтому я, постаравшись забыть об отбитых частях тела, соскользнул с лошади на постамент и замер, схватившись за мраморную руку. По лицу статуи стекала вода. Казалось, что властелин плачет. Я стоял, глядя ему в лицо. «Эй ты!» — гвардейцы наконец-то подняли головы и увидели меня. Я медленно опустил взгляд и придал лицу все возможное смущение. «Простите, доживет вечно незаменимый и вездесущий». Спрыгнув на мостовую, я замер перед гвардейцами, не делая никаких попыток убежать. Трое гвардейцев в симпатичных голубых мундирах растерянно смотрели на меня. Наконец старший опомнился. «Живет вечно! Ты что там делал, парень?» Ох, как же я порадовался слову «парень». «Не мужчина, не старикан. Парень!» «Простите, наверное, это дерзость!» — я опустил голову. «Я...» «Мне захотелось дотронуться до властелина, пожать ему руку». Гвардейцы ошалело смотрели на меня. «Ты совсем ку-ку?» — спросил старший, расслабляясь. «Это статуя, дружок!» «Тволица, дружок!»